Еще хочу пару слов сказать перед тем, как перейти к вопросам, если у вас они будут, конечно. Почему мы вот так экстренно эту пресс-конференцию еще как бы... Одна из причин, потому что до нас еще и дошла информация, что идет полная подготовка к этому дню. То есть покупаются каски, покупаются черенки от лопат, покупается топливо и так далее, и так далее, для этого всего, понимаете. То есть до нас дошла информация, и эту информацию по нескольким каналам проверили. И так оно и есть. Понимаете, если соберется та масса, которая нужна будет, хватит, ну, как говорится, для создания очага радикализации ситуации, то все это будет применяться, и вы сами знаете, какой сценарий. Поэтому мы, мы и есть крымские татары, мы, вот, наша организация, это и есть крымский татарский народ. Мы не раз заявляли, что мы охватываем около более 50 тысяч крымский татар, это немалая часть. И все эти люди, все, все против того, что происходит. Мы приехали, еще раз заявляю, мы приехали сюда жить, не воевать. Мы приехали сюда строить дома, рожать детей. И понимаете, кто-то сегодня нашим умением хочет воспользоваться и противопоставить, и создать очаг на юго-востоке Украины, который совсем по-другому думает, у которого совсем другое отношение к тому, что происходит сегодня в Киеве. И теперь нас хотят противопоставить этому, этому региону, этим людям, и на этой основе создать очаг, который станет причиной очень многих заявлений, и, не дай бог, Косовского варианта, Югославского варианта. Поэтому мы сегодня, вот, пока еще что-то можно сделать, сделать мы, вот, наша организация, наш актив, мы, вот, пытаемся донести до всех людей, и сейчас мы, вот, после нашей пресс-конференции, мы эти два дня будем активно работать, и мы это делаем и сейчас, для того, чтобы разъяснить людям, чтобы они не выходили на эти мероприятия. Вообще, я считаю, что надо отменить все мероприятия массовые. Отменить надо, потому что это повод для провокации. Да, может, люди просто действительно придут, но кто-нибудь что-нибудь сделает, мы это видим. Вчерашние, особенно, видели, да, что происходило в Киеве. Стояла цепь, этот, ребят МВД, и вдруг начали стрелять. Стрелять боевыми патронами со Снаховского оружия. Здесь это тяжело сделать. Посмотрите, вокруг площади, сколько высокоэтажных знать. Сядет кто-нибудь в чердаке, один патрон, и все, и все. И один этот патрон, он здесь и такой пожар разожгет. И поэтому лидеры Межлиса сегодня, специально, зная это, вытаскивают народ для того, чтобы, не дай бог, разжечь этот конфликт. Понимаете? То есть, поэтому я прошу вас, журналистов, и вообще всех общественников, которые сегодня услышат нас в голос, сделать максимально все и со стороны других национальностей, проживающих в Крыму, и со стороны крымских татар, сделать все, чтобы 23-го ничего не было. Любой радикализм, любое противостояние мы должны сегодня тушить. Почему? Потому что, вот смотрите, уже сто с лишним человек погибших. Уже никто не говорит о том, с чего все началось. Разве евроинтеграция стоит вот этих жизней? Посмотрите. А и уже все. Все. Уже есть, как вам сказать, уже месть. Понимаете? Вот я сегодня читал интервью одного человека, чей сын погиб на Евромайдане. Все. Я пока не задушу Януковича и все, что это. Это что такое? Кому-то, может быть, это надо было? А почему они говорят о тех людях, не показывают тех людей, тех матерей и отцов, чьи мальчики погибли, защищая государство Украины от радикализма? Они тоже готовы сегодня убивать этих. И чего? К чему мы пришли? Ради чего? И сегодня то же самое. Поэтому я призываю вас, журналистов, вообще всех общественников, обратиться именно к народу Украины, чтобы поднялась самосознательность. Сегодня нельзя сидеть в домах и просто лицезреть, что происходит. Надо работать, именно работать, не покладая рук всем жителям Крыма, вообще всей Украины, чтобы это послушать. Понимаете? Нас хотят уничтожить украинский народ. Разве мы это не видим сегодня? Посмотрите, чьи инструктора на этом Майдане. Посмотрите, это не украинцы. Там половина спецслужб всех мировых держав. Это о чем говорит? И никто не думает о наших детях, никто не думает о нас. Что с нами будет? Посмотрите вчерашний коллапс в Симферополе. Бензозаправка не поделишь, банкоматом не подойдешь. Хлеба уже нет. Это только начало, это еще ничего нет. Мы, я просто, знаете, почему я это говорю? Потому что я это все видел в Таджикистане. Мы там ползали по асфальту. Хлеб мы покупали, вот становились сегодня, на третий день мы покупали хлеб. В очереди, по записи. Понимаете? И никто сегодня не скажет, с чего началась война в Таджикистане. Да. Об этом забыли. Кто-то помнит о 920 тысяч, которые там сложились. Все, кто были на этих двух площадях, так называемых Майданов, Шахидон и Узуди, они все погибли. И члены их семей. Все. Этим стили за своих, этим стили за своих. Вырезались все, кишлаками вырезали. Посмотрите сегодня, как украинцы убивают украинцев. Не щадя. Это же ужас. Это же просто ужас. И поэтому мы призываем, сделаем такой призыв всем, в первую очередь, к кынским татарам. Не слушайте никого. Я сейчас проведу слова нашего последнего посланника, посланника Всевышнего, где он сказал, в тяжелые времена для общества, в времена фиты, то есть, как это, в смысле, времена смуты, сидящий лучше, чем стоящий. Иду этот, стоящий лучше, чем идущий. Идущий лучше, чем бегущий. Ибо надо вытащить мечи и сломать их. Понимаете? Сегодня надо все делать для того, чтобы тушить. Надо и этот. И мы считаем, заявление и желание, то, что хотят сделать сегодня, так называемые, руководители Межлиса, которые не отвечают сегодня интересам к кынским татарам. Это чистая воды провокация, которая находится в схеме тех провокаций, которые мы сегодня видим. И очаг, чему этот очаг, какие уже плоды приносит. Наш пророк Иисус сказал когда-то, не по делам судите, а по плодам деяний судите. Посмотрите, какие плоды. Девятнадцатилетние мальчики, которые не видели, вообще не вкусили жизнь и умирают. За что? За что они умерли? За что? За Яценюка, за его бизнес-олигархов. За Кличка, который даже уже не гражданин Украины и платит налоги другой стране. За тех не Бога, который всех сидящих здесь ненавидит. И кто не с нами, тот враги. Их надо убить и кричит со сцены. А я не с ними. Я против них. Я здесь, я заявляю. Я против того, что происходит там. И теми методами, важными методами. И посмотрите, отношения Европы. Вот этой бесстыдной Европы, которая всему миру учит как жить. Демократия, демократия. А вы кого поддерживаете? Вы кого поддерживаете? Вы поддерживаете убийц украинского народа. И посмотрите, они не дают Януковичу навести порядок в стране. В своей Европе они огнем и мечом выжигают все. Любой протест. И никто там не верещит и не визжит о том, что там люди страдают. А Янукович, президент, хочет на законном уровне навести порядок. Они все толпами бегают вокруг него и держат его за руки, чтобы он этого не делал. Но при этом в это время гибнут люди. А что делать силовикам, когда их убивают? Ну, ответьте мне. Вот сейчас вам придут и будут. Вы что, будете молчаливо стоять? Вы будете брать любое, что в руках, защищать свою жизнь в первую очередь? А потом ту присягу, которую он дал, понимаете? Поэтому, чтобы быть кратким сегодня, потому что и у вас много работы, и у нас много работы, я прошу вас. Вот наш прилист, вы можете его взять в конце нашей пресс-конференции и донести до всего общества. Я прошу вас об этом. И не надо там быть ангажированным, там Сиба, там Могилевский, там туда. Мы не Могилевские. Мы поддерживаем любую власть, которая приносит пользу для народа. Не важно, кто это. Ющенко. Не важно, кто это. Янукович. Если у тебя толк есть, пожалуйста, если у тебя толк нет, на следующих выборах мы с тобой расстанемся. Но на выборах, а не на площадях беспредела.